Новости христианского мира на нашем канале в студии Наса Буланкова. Здравствуйте! О чем сегодня поговорим? Школьный округ США оштрафован за молитву. В Британии впервые епархию возглавит женщина-епископ. Папа Римский посетит Уганду. Школьный округ в США оштрафован за молитву. Федеральный окружной суд США оштрафовал третий по величине в Миссисипи школьный округ на 7500 долларов после молитвы одного из служителей церкви во время открытия окружного собрания. Об этом сообщает христианский портал Инвиктори. Эта молитва нарушила судебный запрет на празелитизм христианства для одного округа. Окружной судья Карлтон Ривз уже во второй раз запретил школьному округу Ранкин проводить молитвы во время школьных мероприятий. К тому же судья запретил распространение Библии на территории школьного кампуса. Суд обязал школьный округ выплатить ИСЦУ студенту школы северо-западного Ранкина во Фловуде компенсацию в размере 2500 долларов за то, что этот студент присутствовал на собрании в мае прошлого года, которое началось с молитвы методистского пастора Роба Гила. Еще 5000 долларов школьный округ должен заплатить этому студенту за то, что в октябре прошлого года гидеоновым братьям было разрешено распространять Библии среди учащихся пятых классов начальной школы, находящейся неподалеку. Вместе с этим штрафом 7500 долларов школьный округ должен будет оплатить судебные издержки данного студента, размер которых будет определен позже. Судья Ривз также пригрозил школьному округу штрафом в 10 тысяч долларов в случае любого нарушения данного постановления в будущем. Дарлин Чек рассказала о приглашении Папы Римского. Дарлин Чек, лидер прославления протестантской церкви Хилсонг в Австралии, в своем блоге рассказала о том, как она попала на объединенную молитву за гонимую церковь в Ватикане. Несколько месяцев назад в офис Дарлин пришло письмо с приглашением принять участие в мероприятии под названием «Католическое христианское обновление», которое должно было состояться на площади Святого Петра в Риме. Дарлин пригласили вести поклонение вместе с другими лидерами прославления. «Приглашение говорилось о том, что множество представителей различных динаминаций соберутся для поклонения, провозглашения Евангелия, благословения мира, в котором мы живем. На большинство приглашений, которые я получаю, я не могу ответить «да». «Но когда мы с Марком чувствуем мир, я отправляюсь туда с молитвой и великим ожиданием того, что Бог будет делать», подчеркнула Дарлин. Чек также подчеркнула, что ее застали врасплох. Грубые комментарии от христиан, которые критиковали ее участие в этом собрании. «Я была там поднять имя Иисуса без колебаний и компромиссов, потому что научилась за много лет, что если Иисус в центре, всякое может случиться», отметила лидер прославления. «Очень печально, когда христиане кусают других христиан и считают, что это нормально. Печально, когда мы скатываемся к незрелым ответам вместо того, чтобы молиться за все части церкви. Истина в том, что каждая из динаминаций в той или иной мере сталкивалась с исторической несправедливостью. И я даже не могу себе представить, сколько страданий и горя им пришлось пережить», написала она в своем завершении. В Британии впервые епархию возглавит женщина-епископ. Рэйчел Тревик стала третьей женщиной в истории Великобритании, рукоположенной в епископы и первой, кому доверено возглавить епархию. Рукоположение 52-летней Тревик, бывшей до этого архидиаконом, состоялось в Глостере, епархию которого она и возглавит. Службу возглавлял архиепископ Кантеберийский. Церковь Англии официально приняла закон о женском епископате 17 ноября 2014 года, когда генеральный сенот провел итоговое, уже чисто формальное голосование в Чорчхаус, главном управлении церкви Англии в лондонском районе Вестминстер. Женщин начали рукополагать в сан священника еще в 94-м, но высшие церковные посты они занимать до сих пор не могли. Первой женщиной-епископом в Великобритании стала Либи Лейн, посвященная в сан в январе. Второе в истории Британии посвящение женщины в епископы состоялось в июле в Йоркском аббатстве. Сейчас в своей очереди ждут уже несколько женщин будущих епископов. Министерство культуры создаст электронную базу объектов российского культурного наследия за рубежом. На первом этапе работы, стоимость которой составит 4,5 миллиона рублей, планируется внесение описаний и фотографий находящихся за рубежом монастырей и храмов Русской Православной Церкви. Их около 100-130 объектов, а также русских некрополей, кладбищей, захоронений, монументальных памятников, посвященных выдающимся российским деятелям и людям, которые участвовали в значимых зарубежных исторических и культурных событиях. Также будет разработана карта объектов русского культурного наследия за рубежом. На ней условными обозначениями и цветом отметят до 500 наиболее значимых объектов и мест. Помимо церквей, некрополей и монументов, в базу занесут сведения о гражданских архитектурных объектах, которые были построены русскими архитекторами или созданы по инициативе русских заказчиков. Также планируется размещение авторских статей, характеризующих современное состояние и использование объектов российского культурного наследия за границей, а также посвященных выдающимся деятелям российской культуры, которые работали за рубежом. Папа Римский Франциск планирует посетить Уганду с 27 по 29 ноября, передает сайт Out of Africa. Если этот визит состоится, Уганда станет единственной страной Африки, в которой побывали три понтифика. Первый папский визит в эту страну, которую называют «жемчужиной Африки», совершил в 1969 году Павел VI. Он посетил святилище угандийских мучеников в Намугонго, воздвигнутое в память о католиках и англиканах, убитых по приказу правителя язычника. В 1993 году в Уганде побывал Иоанн Павел II. Угандийцы с нетерпением ждут прибытия папы Франциска и готовы приветствовать его, стоя вдоль тех дорог, по которым он проедет. Главной целью поездки будет посещение святилища угандийских мучеников. Никаких встреч с политиками не запланировано, не считая беседы с президентом Йовари Мусабини, с которым папа обсудит исключительно религиозные вопросы. Это все новости к этому часу. Встретимся уже в следующем выпуске новостей.